Ток опять же заложен в банке. Вот этот мех ток заложен опять же с кооператива Айдар Агра. Выкупил предприятие Айдар Мирас и господин, председатель господин Кискин выкупил ток. Потом сразу же его заложил опять в банке, опять взял деньги. Опять же заложено все в банке. Чтобы лишь бы не отдать людям, не рассчитаться с людьми. Вот у нас люди охраняют круглосуточное дежурство. Вот те поля, которые с той стороны, это наши поля. Это я сегодня побрился, а так я обросши до сих пор ходил. Нет времени побриться, не оставляем поля. И мы уверены, что мы правы, поэтому вопрос будет открыт до тех пор, пока мы не будем сеять на своих землях. И уступки никакого не будет с нашей стороны. Это сегодня еще обстановка нормальная. Мы позавчера видели, что здесь делалось. Одни трактора отсюда прут, другие трактора с той стороны прут. Как Куликовское поле. Холодно, а ветер, а люди в себе холодные. Это же поле номер 6, поле номер 5. Поле номер 11. Но это засеянное поле? Это засеянное поле, да. Вы охраняете конкретно какие поля? Мы охраняем поле номер 6, поле номер 5, номер 12. Эти поля не засеянные. Мы на засеянные поля не претендуем. У нас другого выхода нет, как с людьми организовали. И круглосуточно дежурство на этих полях, чтобы механизаторы с тракторами, бригадир. Позавчера вот этого человека прямо на тракторе, вот здесь, на этом месте. 7 метров трактором человек упал перед трактором. А как защищаться больше? Нету другого. Бригадир пьяный. Я ему говорю, пиши заявление. Человек говорит, как писать заявление. Когда мы с трактористами сколько лет вместе кто хлеб отделили, а теперь что получается? Село с братом не разговаривает. Значит, сестра на брата обиженная, к умове они ходят друг к другу. Вот до чего нас довел господин Капсимон Георгиевич своим упрямством. Поэтому, значит, мы считаем, что были у Дмитрия Георгиевича Константинового, пригласил, сели, поговорили по-нормальному. О том, что он приедет сегодня в 11 в Гайдаре с прокурором, сядем за круглый стол, поговорим. И решим, как нам дальше работать. Но, в связи с тем, что сообщили ему, что люди собираются, мы людей не пригласили, люди сами. Информация быстро идет по селу. Они хотели услышать именно с уст господина Константинова, как выйти нам с этой ситуации. Значит, Дмитрий Георгиевич не позволил приехать и поговорить с людьми. Это правда, что кто-то сказал, что у него здесь какой-то связи с поля? Значит, он сам нам позавчера заявил, что он дал Георгию Георгиевичу 2,5 миллиона лей для хозяйства, для работы. И ему нужно вытащить свои деньги. Поэтому и было сказано о том, что мы на эти поля, на заседине, не претендуем. Нам чисто просто пашню взять, мы сами уже будем сами обрабатывать. Что делать? Только остается одна власть, это телевидение. Больше нам никто не помогает. Все сверху, вот посолочек, раз, два, три, четыре, пять. Все семена находятся сверху, нету никакой глубины. Вот, пожалуйста, семена. Семена все видны. Вот здесь у нас было разворачиваться. Они пустили трактор, мы их отрезали, они подали назад, проехали нас и опять заехали на поле. Вот с этого, пытались начинать посев, мы их остановили. Но это не посев, все семена, что это посев, лишь бы, чтобы не дать возможность людям работать на своей земле. Я не знаю, я не понимаю, как можно, как можно так. Здесь бригадера, здесь самбу, трактористы, все выпившие, пьяные. Полиция была, полиция не вмешивается. Почему? Полиция не вмешивается, полиция говорит, наша главная задача, чтобы вы друг друга не перерезали, чтобы друг друга не убили. Но, единственное, я хочу сказать, что, значит, люди уже в отчаянии. И следующий момент, это уже будут виллы, наверное, и ружья, я не знаю, что, но обстановка идет, мы держим обстановку под контролем, пока, пока держим. Но откуда я знаю, что у человека в голове, потому что угрозы идут прямые, нам это все надоело, сколько можно издеваться над людьми? Сколько можно издеваться? Сейчас еще приедут, вот люди сейчас уже, машины едут опять все сюда. Потому что позавчера у нас здесь было 7 машин на той стороне, и на этой люди приехали и закрыли дорогу. А то, что господин Константинов нас приглашает к нему в кабинет, и 5 человек, и он нас там убедит, что прокурор нам должен сказать, что мы не правы, что Огорь Геордж имеет договор. Какой договор он имеет? У него регистрации договора нет в премарии, он юридически не оформлен. Будем разбираться, что же делать.